добрый вечер у нас уже на канале получилось пять или шесть выпусков про вот этот универсальную электронную карту про чипы и это сейчас народ больше всего интересует потому что у нас там есть фильм даже как прекратить войну так просмотров меньше чем вот этих единых карточек то есть война людей уже на втором плане стала главное вот эти что ему будут вставлять этот чип и будут давать эту карточку это всех волнует поэтому решили такое сделать завершальное уже такое занятие выпуск до небольшой вот чтобы подвести итог как с этим всем бороться вот и самое главное что эти события уже начнутся с 1 января 2017 года то есть осталось совсем немного и уже как бы надо последнее посмотреть факты посмотреть что происходит в стране и наметить как же от этого можно отказаться более технично до чтобы с меньшими проблемами и с меньшими так сказать страданиями с меньшими глупостями потому что у нас люди если ну рубать так с плеча сразу да вот как это разумно все сделать вот ну давайте вначале начнем с информации что она будет говорить по телевидению сразу после праздников россиянам начнут выдавать универсальные электронные карты нового документа практически безграничные возможности это и паспорт и медицинский полис и даже банковская карта впрочем пока система в тестовом режиме еще неизвестно насколько приживется пластик с чипом в россии дмитрий пищухин одним из первых получил документ первый год универсальная электронная карта будет действовать только в шести регионах страны петербург стал одним из пилотных городов где новая система заработала уже с января пластик со встроенным чипом объединит в себе сразу несколько важных документов таких как медицинский полис свидетельства и н н страховое пенсионное свидетельство и единый проездной на общественный транспорт причем получить ее каждый житель петербурга сможет совершенно бесплатно эта карта не заменит этих документов просто не нужно будет эти все документы носить с собой процедура оформления карты занимает не больше 10 минут правда обрабатываться информация будет не меньше месяца это объясняют максимальной защитой персональных данных если человек желает чтобы на карту была записана электронная подпись а это тоже очень важный момент почему потому что если имеется электронная подпись вы можете в электронном виде подписывать документ который юридически будет равнозначен документу бумажному с печатью с подписью по словам госслужащих в скором времени очереди могут вообще уйти в прошлое возможности универсальной электронной карты впечатляющие с помощью нее можно будет оплатить коммунальные услуги проезд в общественном транспорте в том числе льготным категориям граждан осуществить банковский перевод записаться на прием к врачу и купить в аптеке лекарства в перспективе универсальная карта позволит студентам сдавать зачеты а водителям оплачивать штрафы и государственные пошлины правда как будет действовать новая система пока непонятно считывающие устройства есть не везде ну естественно для того чтобы войти на портал государственных услуг необходимо еще человеку приобрести будет картридер для того чтобы карту ставить если нет встроенного такого устройства первые заявления на выпуск универсальной электронной карты начнут принимать сразу после новогодних праздников а заработает новая система приблизительно середины февраля ожидается что за первый год карту смогут получить не менее 50 тысяч петербургцев впрочем перспективы за электронным документом внушительным уже в скором времени он сможет заменить еще и водительские права и даже банковскую карту дмитрий пищухи наталья шорникова и виктор летяга 5 канал но в общем мягко стелят да вот рассказывают что и права заменят и все так будет хорошо на самом деле как мы говорили в прошлых наших выпусках все это не так гладко и все это печать антихриста да и все это направлено к тому чтобы поработить наше общество и сделать людей полностью бесправными лишить их права выбора но не так все как говорится грустно вот оказывается но бог всегда оставляет людям право выбора не нужно думать что это уже все конец петлю на шее затянули никто ничего сделать не может оказывается с этим всем можно успешно бороться причем каждому и персонально когда говорят что давайте мы все вместе там выйдем на демонстрацию еще что-нибудь это маловероятно и самое главное что малоэффективно вот а на самом деле бог всегда оставляет человеку достаточно возможностей чтобы он мог избежать любых трудностей да и сделал именно выбор и имел своих возможностях своих силах так сказать сделал выбор да ты не то что ряд что с году должен умирать или там все это в детей не чем будет кормить то есть не все так печально и можно все с этим бороться вот об этом как с этим бороться и как грамотно принять действие да и каким образом можно действовать каждому человеку на своем так сказать месте сейчас как раз и поговорим значит поговорим сегодня об уек кратко и быстро берем такие конверты на почте естественно там сатанинские знаки нужно мне куда деваться на правду узнали и пишем три письма куда пишем первые пишем обязательно в уфмс по вашему городу где ваш главный уфмс там вы находитесь в армении или где там еще в россии значит москве главного уфмс москве главного уфмс находится город москва улица большая ордынка 16 дробь 4 строение 4 индекс 115 035 значит остальное то второе письмо отправляем главе министерства экономического разби развития российской федерации по вашему городу смотрите в интернете адреса третье письмо отправляем главе у полному почему пишем смотри голове полномочий мы не пишем им фамилию потому что там они может меняться увольняться поэтому пишем на главе на тот момент кто будет там уполномоченный тот и пусть принимает наши письма ну значит из этого можно понять что все-таки можно отказаться до написать письма единственное что здесь важно при отказе там еще есть у меня сюжеты будут выложены на сайте и на канале в дополнительных материалах как это сделать единственное что важно не нужно идти на поводу у тех кто кому будете лучше написать письма и отправить вот и пусть они как бы вы акс вы сделали вы отправили проявили свой волеизъявления вот и не нужно разводиться на то что они будут говорить вы придите вы напишите вы на нашем бланке напишите потому что на этом бланке будет скорее всего написано что вы согласны на получение биометрического паспорта а хрень редки не слаще потому что биометрический паспорт это собственно говоря тоже самая электронная карта только там чип уже встроен в бумажный документ да точно также фотография сделана со всеми точками для того чтобы можно на человека было излучение направлять вот и все последствия этого паспорта такие же как и карточки практически но не сказать ну не хотите карточку вам же документ все равно какой-то нужен давайте возьмите у нас этот паспорт бумажный вот это тоже самое то есть на него разводиться не надо также они в этом бланке которые они будут давать тут у нас есть специальный бланк вы придите запомнить там будет написано согласие на обработку персональных данных завуалирована не завуали в общем вы понимаете что это все дела сатаны сатана он кто отец лжи поэтому чем больше вы и причем он же опытный хитрый да и скорее всего может обмануть человека простого тем более вот поэтому вы чем меньше с ними связывайтесь с этими всеми органами службы этой и и всех вот этих структур тем лучше вот потому что они все но что-то придумает ваше дело написать письма до в управлении вот то что здесь говорится еще будет говориться можно не обязательно их по форме писать можно их там писать произвольной форме не переживайте там будет сейчас сюжет когда они отказывают что вы не прислали копию паспорта но пришлите мусора копию паспорта ну заверенную пришлите но тут самое главное не это это боятся не надо самое главное мы перед высшими силами перед богом показывайте чтобы отказались и отказываетесь фактически то что там они свои казуистику придумают а это не пройдет это не так это точно так же как отказываться от иный ну кода и нн когда мой товарищ пошел отказываться вот ему сказали ну а зачем ты отказывайся мы сама будем типа по номеру паспорта но вместо и н� presenter у тебя будет номер паспорта записать но будут цифры записаны но разница-то в чем что цифры это номер паспорта Номер паспорта может меняться в жизни, но другой паспорт получите, будет другой номер. А код ДНН это пожизненный код, то есть он подменяет ваше имя. И раз он подменяет ваше имя, то вы отказались от имени Бога, или взяли параллельно то имя, которое вам дал Бог, а вы параллельно взяли еще какое-то себе имя. Цифровое это имя сатаны, естественно. Поэтому здесь важно именно вот этот факт, что вас уже будут обманывать, вы на это не ведитесь, не обращайте на это особого внимания. Но давайте еще один сюжет посмотрим, как они как раз это дело все делают. Мне пришел ответ на мой отказ от УЭК из многофункционального центра города Шелихова. Посмотрим, кто его подписал. Директор ОА Рязанова. Я изъявила свою волю, отказалась от электронного паспорта и универсальной электронной карты. В ответ мне пришло письмо. Сначала, значит, суть этого письма в том, что они рекламируют свои услуги, как привыкли они позиционировать, что цель введения универсальной электронной карты предоставления государственных услуг в электронном виде, что это очень удобно для дистанционного получения гражданином государственных и муниципальных услуг. Прекрасно. Допустим. Допустим, это удобно. Хорошо. Значит, мы переходим к общению с этим неизвестным электронным правительством, непонятной структурой в электронном виде. И так как видео является документом, я даю свой отказ повторно в электронном виде. Значит, суть вот этого ответа на мой отказ, что не было идентификации личности. Это очень интересный момент. То есть они пишут, цитирую, в целях исключения неправомерных действий третьих лиц, направленных на фальсификацию и подлог заявлений об отказе от получения универсальной электронной карты, заявление подается лично гражданином или его законным представителем с предъявлением документа, удостоверяющего личность. То есть вот суть этого всего письма, они отказывают моему отказу, моему волеизъявлению в отказе от УЭК. Суть этого письма, что я не могу отказаться по почте. Какой интересный момент, посмотрите. Я переписываюсь с администрацией президента. Вот эти все письма с администрацией президента. Президент какого-то особого подтверждения моей личности не требует. Ни копию паспорта. Вот, они отвечают. То есть они мне верят, что я это я. Банкиры, я задолжала сейчас в банке, да? У меня идет просрочка. Банкиры почему-то шлют мне на адрес, обращаются ко мне лично непосредственно, не требуя никакого подтверждения моей личности. То же самое, если брать переписку с прокуратурой, с органами МВД. Никто не требует дополнительной идентификации личности. Но если у нас областное государственное казенное учреждение, многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг, считает, что он выше президента, и он вправе потребовать от человека еще какой-то дополнительной идентификации, хорошо, мы этот вопрос решим очень легко. И я своим прямым волей и заявлением на этом видео заявляю, я отказываюсь от УЭК, я отказываюсь от любых электронных документов, считаю их неприемлемыми, считаю неудобным общение с государственными органами в электронном виде. И я подтверждаю свою личность вот этим хотя бы паспортом, который еще является документом, слава Богу. И в повторном, в повторном письме, в повторном письме, которое будет содержать ссылку на это видео, я сделаю копию моего паспорта, и копия паспорта будет также прилагаться. Еще хочу заметить, что каждый человек согласно Конституции Российской Федерации имеет право по статье 23 на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Если вы, то есть, вот эта структура будет продолжать навязывать свои услуги, то я вправе обратиться в суд, в органы суда, которые нас рассудят. И не только российского суда, но и международного. К международным правозащитникам. Также хочу напомнить, что согласно статье 24, сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Поэтому, если УЭК будет выпущен, учитывая мой отказ, мою волю на отказ от УЭК, то это будет также нарушением статьи 24. Благодарю за внимание. Ну, в общем, нужно подковаться. Да, статья 24, там проводятся еще все статьи Конституции. Это действительно нарушение прав. Конституция, вы же знаете, это верховный закон, да, самый высший. И его ниже стоящие законы, какие там постановления они примут, отменять не могут. Поэтому, если грамотно ссылаться на эту Конституцию, на статьи соответствующие, то и можно культурно отказать. Но учтите, что зажимать вам руки в тиски никто не будет, и в зубы вам карточку всталкивать эту тоже не будут. То есть, весь же смысл вести человека в грех, да. А вести в грех, это чтобы он добровольно взял ее, чтобы он повелся на какие-то коврышки, да, что там вот тебе будет там социальное обеспечение, тебе будет удобнее, ты там будешь кредиты получать без проблем, там и так далее. То есть, убедить, вот почему они в своем сюжете по телевизору говорят, и квадетские права будут, там вам и все, что хотите будет. И дальше будут они разные льготы еще придумывать. В Самаре начали уже пробовать выдавать, да, там есть сюжет, тоже в интернете я видел, так там запустили другую утку, молодцы, такие хитрые, да, сказали, давайте до Нового года получайте, то, что после Нового года очередь будет, да. А у нас же люди, как всегда, без очереди любят. И нашлись люди, которые побежали прямо, ну, надо же без очереди получить все. Вот, то есть, придумывают они разные хитрости, уловки, и вот к этому надо быть готовым. И бояться там, что вас там наклонят, заставят, будут бить, пока не надо. Вот, потом, может, и будут, чуть попозже. Вот, теперь давайте послушаем, коль уже об этом заговорили, что говорят об этом церковнослужители некоторые, да. Многих людей волнует, например, вторжение в их жизнь новаций, связанных с электронными средствами сбора, учета личной информации, который на порядок повышает контроль над личностью. И не только со стороны государства, а со стороны любой организованной силы, которая владеет этими технологиями. На мое имя поступают тысячи обращений граждан, выражающих несогласия с бесальтернативным внедрением новых идентификационных технологий. Знаю, что и в органы власти поступает не меньше писем по упомянутым проблемам. Убежден, люди должны иметь право выбора. Получать документы, удостоверяющие личность в виде пластиковых электронных карточек или в традиционном виде с использованием электронных носителей информации или без таковых. Использование автоматизированных средств сбора, обработки, учета персональных данных, особенно конфиденциальной информацией, должно производиться только на добровольной основе. Со ссылкой на то, что это удобно для бюрократов, нельзя тотально внедрять эти технологии. Каждый из нас может оказаться в рабстве в этих технологиях, под тотальным контролем. И если для кого-то мои слова сейчас не звучат как актуальными, поверьте, через какое-то время эти слова могут стать актуальными для каждого из нас. Поэтому, оставляя возможность альтернативы, мы всегда оставляем возможность выхода из-под такого тотального контроля. Патриарх Кирилл, да, он очень много уже делает, конечно, неправильного, и уже вся церковь, конечно, недовольна его деятельностью. Вот, но здесь он не вашим и нашим, да. Он как бы не сказал однозначно, что ЭНН – это вообще начало вот этого всего пути к Антихристу, да. Не сказал однозначно, что карточка – это уже конец пути, это уже завершальная стадия, когда вам на чело нанесут невидимым знаком, да, вот этим лазарем, как в других фильмах, показана печать, да, и у вас будет начертание, и без него вы не сможете ничего ни купить, ни продать. Вот, и когда вам на руку нанесут, или на руку, или на чело. Вот, то есть он не говорит однозначно, что это бесовское дело, да, это Антихрист. Он начинает говорить, что это нужно по-добровольному, кто как хочет, ну, в общем, занял позицию Антихриста. Так что патриарх, можно сказать, уже служит не нам, а Антихристу. Вот, точно такие же есть еще много деятелей церковных, вот, я их здесь проводить не буду, всех, потому что у меня будет специальный выпуск всех, кто служит Антихристу, я их всех соберу в одном выпуске, мы всех их посмотрим, их конкретно дела, которые они говорят, да, где это можно увидеть, да, это не просто так, что голословно, а именно те вещи, которые они как бы себя ставят в четкое положение, что они не за Христа становятся. И чтобы мы знали, потому что это очень известные все, там и Ткачев, там и Осипова, сейчас посмотрим, многие другие, да, практически там остались единицы, кто остался верен. Остальные все, как бы, вот как и Кирилл, патриарх, все пошли на поводу этого всего действия Антихриста и готовы служить ему, получается. Ну, вот давайте хотя бы Осипова послушаем чуть-чуть. Отсюда мы видим, вот откуда, что, что происходит в нашем мире, что несет нам эта глобализация, что мы можем сделать с этим. Мы, простые люди, мы ничего. Это может что-то, может быть, делать правительство наше, и то неизвестно. Мы же не знаем этой кухни, мы не знаем, в какой степени они уже зависимы от этого Запада. Ну, вот вы представляете, что говорит христианин, да, если он себя считает таковым, что мы, христиане, мы, православные, ничего не можем сделать. На нас Антихрист наступает на горло нам, а мы ничего не можем сделать, мы же зависимы от него оказываются, и правительство оказывается зависимое, мы ничего сделать не можем. Лапки кверху, ребята, все, проплыли. Вот это богословы такие, да. Ну, на старости видно, чуть-чуть у него там, до этого, конечно, у него очень много было чего полезного, и много людей воцерковились за него. Электронных этих всяких вещей. Никуда мы не денемся. Это точно так же, как радио, как телевидение, как телефоны, как интернет, так и эти все вещи. Это просто идёт ползучая такая ситуация. Поэтому бороться с этим, это было бы просто сейчас... Как вы можете бороться? Сказать, не принимайте этих карточек, ну, накажите себя, если хотите. Вы не будете получать пенсию, вы не сможете в магазине расплачиваться. Скоро денег не будет. Вы это понимаете? Денег вот этих, вот, о которых мы показываем, их не будет. Да, и начинается рассказ о морали, что мораль у нас плохая, что СМИ у нас плохие, мы плохие, а карточки хорошие, антихрист нормальный парень. Поэтому, коль мы до этого дошли, ещё раз, так, коротенько суть дела, да, чтоб не думали, что это безопасно. Значит, вот эта карточка, она словно нарисуем, которую мы получим, универсальная, электронная, которую нам хотят дать. Параллельно с карточкой вас будут фотографировать, и вам на лоб нанесут штрих-код. Штрих-код, это такие вот полосочки, вы их на продуктах видите, да. Вот эти три полосочки, длинные две, вот это шестёрки, это три шестёрки. Наносится на лоб оно скрытно, когда вас фотографируют в фотоаппарате, в это время лазер нанесёт под кожу. Внешне видно не будет, но считываться это будет. То есть слой кожи толстый, тут много клеток, да, и вот на одном из слоёв лазерем, а тут вот слой зачерняется, и получается вот этот штрих-код. То есть внешне не видно, но считываться он будет, этот штрих-код. И вы будете меченым, как пачка маргарина, как кто-то сказал. Вот таким образом это будет делаться. То есть у вас получится метка. И в Библии же про это написано, нельзя будет ничего купить и ничего продать. То есть правительство будет нам рассказывать, что без вот этой карточки, без вот этого штрих-кода нельзя будет совершать сделки, покупать, продавать. Да, деньги действительно бумажные будут убирать всеми способами, да. И после этого как бы все будут вынуждены как бы обращаться, вот так они это всё себе представляют. Эта же карточка будет для оказания различных услуг медицинских, пенсионных, там водительских. Типа без неё прожить будет нельзя. Но в этом ещё не главная подлость. Метка-метка, и карточка-карточка. И карточки мы сейчас пользуемся разными карточками, да, банковскими. Вот. Самое главное, что вам ещё приклеят чип. Приклеят или вошьют, или вставят, или иголкой воткнут. Это разные методы. Сейчас уже придумали переводку. Так вот наклеиваешь плёночку сюда, и он как бы в кожу внедряется, как вот это тату, да. И всё. Так красиво, культурненько. А там в нём металлические вставки такие хитрые сделаны на пыление. То есть даже вот таких уже способов пришли. Вот. Вот это самое страшное. Потому что благодаря вот этому чипу, то ли он как рисовое зерно рисуется, то ли вот как тату там какое-то будет на теле, то ли ещё каким-то способом, благодаря именно вот этому чипу, а это активная часть уже, вам объяснят так, что без этого чипа вам нельзя будет пользоваться электронной карточкой. Потому что если вы её потеряете, на большом удалении от вас, она не будет тогда работать. А если вы её потеряете, и этого не будет, связи между чипом, то кто-то ей воспользуется, да, и там, возможно, будет преступление, ваши деньги снимет, и вас убедят, что нужно как бы это сделать. Ну, или убедят, или заставят там по-разному. В предсказаниях сказано, да, где-то будут насильно даже это делать. Но насильственных действий бояться не надо, потому что это не грех, когда заставляют, когда насильственные. Грех, когда вы сами соглашаетесь. А главное, что сатане вас в грех вести. Ему не надо, что вы там будете там что-то делать, не делать. Ему главное, чтобы вы максимально согрешили. Вот это нужно всегда помнить, для чего это всё делается. Что вам говорят? Идите, получите. Идите, получите ИНН. Идите, получите то. Напишите заявление о персональных данных, о согласии на обработку персональных данных. Вы должны дать добровольное согласие. Так, персональные данные ваши и так сто раз обрабатываются. Никто вас об этом, конечно, не спрашивает. И спрашивать не будет никогда. Вот, у нас такая демократия. Поэтому вот этот чип, он встраивается в ваше тело, да. Вот. Вот в тело его встроили в человека, там куда-то. В ноздрю встраивают. Кстати, вот эти, когда вспоминают похищение летающих тарелок, когда люди похищают и забирают их на корабль, если будете слушать, то почему встраивают в ноздрю? Там тоже рассказывают, что вы что-то в ноздрю вставляли. То есть, в ноздрю вставляет чип, это как метка. По этой метке вас можно легко найти в пространстве, где вы находитесь, да, считывать. А с ноздрю его вставляют туда, где тяжело вытянуть, собственно говоря. Там, где вытягивание, его извлечение потребует больших трудностей. Поэтому именно туда, в ноздрю куда-то вставляют, еще куда-то. Вот. То есть, в то место, ну, там еще должна быть определенная энергетика. Куда-то его вам втулят. Вот. И теперь через него, через этот чип, через эту, можно на вас влиять. Каким образом? Знаете, да, что за Ирак никто не воевал. Когда пришли войска американские к Ираку, поставили вот такие, там, кто может видел, вот такие они были, вот, шестигранные, излучатели на машинах. Включили их, и они сгенерировали, там, 6 чем-то Герц частоту. Это частота страха. По-моему, так. Ну, не важно, сколько Герц. То есть, и когда генерируется частота страха излучения, это обычно, как громкоговоритель, только вот так он вибрирует, и частота передается. Вот. То все войска, самые храбрые, разбежались, попрятались в щели, как мыши забились. Вот. После этого войска зашли в город, сами-то войска находились за излучателем, иначе на них бы это действовало. И потом шла зачистка. То есть, боя-то за Ирак не было, шла зачистка. То есть, когда уже выключили генераторы, они повылазили, их начали зачищать. Вот психогенераторы, это так называемые, психотронные генераторы, то есть, излучение. Теперь плохо что? Что надо на всех действовать сразу, да, на всю толпу, на всех людей. А чип вот этот, он тоже способен, на него дают специальный сигнал, и этот сигнал дает излучение тоже, только уже персонально на вас. То есть, другими словами, вами можно управлять, вас можно сделать радостным, можно сделать, что вы перепугаетесь, можно сделать угрюмым, можно сделать, что вы всему будете доверять. То есть, это управление, психика человека, через вот это вот, что бьются за эти чипы, чтобы их вставить. Потому что, можно и через карточку, но вы можете ее куда-нибудь положить подальше, и на вас влиять не будет. Можно и через мобилку. Тоже могу мобилку отказаться, да, положить ее в сторону куда-то, и на меня уже влиять не будет. А это уже внутри вас вставлено, вы ее деть никуда не можете. И на вас персонально влияют, как хотят. Вот. Ну, уже дальше чуть-чуть зайду, коль об этом заговорили, что дальше в планах мирового правительства, когда эти чипы будут у всех стоять, сделать мировое шоу такое. То есть, на спутниках стоят лазерные установки, которые на облаках будут транслировать, там, кому Иисуса Христа, кому Мухаммеда, кому еще кого-нибудь. Вот. И они будут с небес людям что-то там говорить, да. Ну, что надо, что мировое правительство, что антихрист это хороший парень, что это посланник Бога. Такую вот, ну, дурь такую сделать. Ну, смотреться это будет шикарно. Представляете, на облаках, там, где-то вверху такое вот. Но в это кто поверит? Нормальные люди понимают всю эту технологию, да. И поверить в такую ахинею, вряд ли кто поверит, что это прошествие Иисуса Христа, там, или Мухаммеда, или еще там кто-нибудь Аллах. Вот. Поэтому для этого нужно людям что-то, какую-то психологическую программу сдать. Вот они пытаются через эти чипы, специальные другие устройства, дать, чтобы человек стал внушаемый, легко, так сказать, в это верил. Вот. И такое вот сделать. Так что это тоже готовится, да. Как это не фантастически звучит. Но, тем не менее, информация об этом есть. То есть, вот к чему вас ведут. Вас ведут, чтобы вами можно было хорошо управлять. А под это крутят, конечно, и карточки, и все это в одну цепочку. Поэтому говорить, что это не метка зверя, говорить, что не об этом в Библии написано, ну, это просто несерьезно. Ну, давайте вот послушаем, как раз вот один из богословов, Олег Стеняев. Хоть один остался, как говорится, да, из тех известных, которые против этих чипов, против их карточек выступают, да. То есть, просто стыдно смотреть на этих богословов, которые продались антихристу. Субтитры создавал DimaTorzok В настоящее время мы видим, что все компоненты для того, чтобы создать, скажем так, окончательную печать, которая будет соответствовать библейским описаниям, они созданы. Смотрите, что сказано о характеристике последней печати. Это книга Откровения, 13 глава, 17 стих. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Но в прочитанном тексте для нас очень важны следующие элементы. Тот, кто не будет иметь эту печать, он не сможет ни покупать, ни продавать. Вот это два слова, которые для нас должны быть ключевые. Покупать, продавать. Например, если я имею пластиковую карту, то я могу покупать. У меня там определенная сумма денег, но я не могу продавать. Значит, нужны какие-то другие документы. Речь идет о том, что сейчас создаются компоненты, которые в конце концов будут сведены в одну электронную площадку, и этот документ, не важно, как он будет называться, он будет предоставлять нам возможность не только покупать, но и продавать. Следовательно, этот документ должен устанавливать мою личность и право, мое право на ту или иную собственность, чтобы я мог распоряжаться этой собственностью. то есть это не кипа бумаг, что эта земля поддержит мне, все прописано здесь. И надо прямо сказать, что идея электронного паспорта на настоящий момент это действительно свидетельство той площадки, на которой можно осуществлять как покупку, так и продажу, то, что будет наиболее полно соответствовать именно библейскому пониманию этой печати, ее юридических возможностей. Сейчас, конечно, вот в том виде, как они нам это предлагают, может быть, этот документ будет недостаточным и потребуется вводить туда какие-то дополнительные блоки, но те, которые выбираются в электронной технике, они знают, что это очень легко сделать, достаточно легко. Таким образом, мы устанавливаем, что ННН, это был существенный компонент, без которого не смогла бы возникнуть такая вот всецелая какая-то карта. Далее, платежные вот эти карточки, это тоже очень существенный элемент, мы реально можем сказать, что вот то, что было создано ранее, система ННН, система платежных вот этих карточек, электронных денег, когда все это объединится на одной площадке, и здесь заработает элемент права собственности, когда эта карта будет электронно определять право собственности и возможностью распоряжаться идеей, тогда в буквальном смысле такой электронный паспорт обеспечит возможность продавать и покупать. И тот, кто не будет иметь такого документа, не сможет ни купить, ни продать. А вопрос, в каком виде будет сохраняться этот паспорт, это тоже вопрос технический, сейчас эти нанотехнологии всякие могут на очень маленькой площадке сосредоточить всю необходимую документацию, ну а для удобства, чтобы кто-то не украл у человека карточку, ему скажут, ну давай мы тебе группу сделаем, или мы тебе значит начало, я беседовал с одним очень либеральным священником, он очень известный, поэтому я его имя не буду называть, и я его спрашивал, а вот в какой момент все-таки ты скажешь, а вот с этим я не соглашусь. Тогда он задумался и говорит, вот если мне скажут, мы тебе начало поставим, вот тогда я четко скажу, я тебе обещаю, стеняю их, я скажу, я это не приму, тогда я его переспросил, а если тебе скажут из уважения к твоей персоне, ты же представитель церковного эстаблишмента, а мы вам, вот в исключительном случае не на чего, а например на нос поставим, вы согласитесь, такая же безболезненная ситуация, и меня поразило то, что возникла пауза, конечно он сказал, что он не пли, не пли, не пли, но это пауза, а на меня на пугало. НОХИ СТИХАНТАТУУ ПОЛИТИ! ОХИ СТИХАНТАТУУ ПОЛИТИ! ОХИ СТИХАНТАТУУ ПОЛИТИ! ОЛИ МАЗИ ДИНАМИКА! ОХИ СТИХАНТАТУ ПОЛИТИ! Вот, ну слышали, да, Олег Стеняев, это самый один из грамотных сейчас богословов, я очень много рекомендую его слушать, у него там есть и ко всему ветхому, и ко всему новому завету лекции, там дай комментарии, но такие аудио, поэтому кто хочет разбираться именно с этим священным писанием, там салмами, обязательно его слушайте, да, он очень грамотно это все рассказывает. По крайней мере более грамотного я вот на полях интернета пока из аудиозаписей не вижу, есть там другие записи, ну там читать надо. Вот, вот такие вот дела. Ну и теперь что же самое главное, да, написать-то заявление мы напишем, откажемся, это, так сказать, долг христианина и нормального человека. Но самое главное, вы не забывайте, что самое главное людям сейчас многие не объясняют, и вот даже в православных вот таких вот всех правильных высказываниях, вот сейчас будем тоже смотреть еще на вот товарища, самое главное не это, мы, те, кто откажется от этой карточки, представляются как мученики. Вот он откажется, и ему не будет там давать пенсию, или ему будут там парафинить где-то, или там будут ему задерживать зарплату, или ему там куда-то выезд не дадут, да, он будет таким вот, горе у него будет. Нет, в апокалипсе написано другое, кто примет начертание зверя, тот будет живьем гнить, тот будет лишен смерти, тот будет хотеть умереть и не умрет, то есть человека лишат возможности умереть, он будет мучаться. Вот, тот будет голодный ходить, потому что земля не даст урожая, не будет воды, будут за водой. То есть, вот у тех людей, которые как раз примут начертание, и начнутся мучения, то есть тут-то, когда не примешь, то ладно, там какие-то трудности, конечно, в жизни будут, а у кого их нет, мы и так живем достаточными трудностями, да, и уже достаточно хорошо привыкли с ними справляться, и кризис, и перекризис, и зарплаты не давали, и понад дорогами люди там торговали продукцией своей, стояли, 91-х, что только не было, и блатные, и менты, и кранты. Вот, а это же другое дело совсем, да, когда тело начнет гнить, когда есть будет нечего, когда будет жажда, когда урожай земля не даст, это уже не совсем тот калинкор, да, тут все по-другому будет. Вот, поэтому отказаться надо, это любой трезвомыслищий человек должен отказаться всеми путями. Вот, ну давайте вот послушаем, товарищ очень оптимистично рассказывает, и потом еще я чуть-чуть расскажу оптимистично, и будем заканчивать. Знаете, иногда приходится, чтобы временное удостоверение личности получить без заявления о паспорте, вот я не писал заявление на выдачу паспорта, мне просто дали временное заявление о удостоверении личности. Я оплатил штраф 300 рублей за порчу документы, получил временное удостоверение личности. Все, то есть это сделать легко. Опять же, мне может быть легко, потому что я там юридически знаю моменты все. Но, допустим, одной женщине у нас в Москве, ей пришлось поводить того, что писать заявление о голодовке на имя Колокольцева, да, министра внутренних дел, чтобы ей выдали такую справку. То есть ей пришлось заявление о голодовке, еще там, то есть могут появиться всякие бюрократические там препятствия в выдаче временного удостоверения. Но, опять же, оно же вам необходимо, когда? Когда вам пойти пенсию получить? Ну, вас должны узнать в вашем паспортном столе, знать, ой, это вот этот ненормальный человек, давайте дадим ему на два дня, пускай пенсию получат. Все, идите получить свою пенсию и живите. Дают вам на два дня удостоверение, вы потом приходите, его продлеваете еще, через месяц придете, вам еще на два дня дадут. Вы паспорта получать отказывает, то есть удостоверение вам обязаны дать на основании Конституции Российской Федерации, и все. И на основании закона о удостоверениях личности в России, в законах о паспортах. Поэтому здесь все несложно, главное давить посильнее. Конечно, ситуация такая необычная, то есть прецедент для них, они могут вам чего угодно отказать. Но вы же логически понимаете, вы гражданин, остались, остались, паспорта нет, нету, нету, правильно, он порванный, то есть его нет и не будет. Поэтому удостоверение вам отдать обязаны. А вы паспорт брать не готовы. Все, заявление писать не буду, дайте удостоверение времени. Не хотите, вот пожалуйста, пишите заявление о голодовке, что там, еще что хотите. То есть, ну, надо давить на тот свой паспортный стол местный, в котором вы живете. И когда вы его реально задавите, когда его в кучу бумаг пришлют о том, что как это так, почему вы не даете человеку временное удостоверение личности, когда у нас в законе, в паспортах сказано, что по заявлению гражданина временное удостоверение удается немедленно после оплаты пошлины, пошлины штрафа, то есть ты оплачиваешь штраф. Штраф за порчу документа, но не за выдачу нового паспорта, потому что у тебя может не быть, в принципе, полутора тысяч рублей, как у нормального человека. То есть ты живешь, у тебя нет полторы тысячи. Тебе, к примеру, их даже заработать надо. То есть эти полторы тысячи тебе должны дать хотя бы временное удостоверение. Поэтому давить на них можно, получить можно. Просто надо быть таким, поусерднее. Надо понимать, ради чего ты это делаешь. Не ради игры какой-то в общий отказ от документов. Это не игра, пойми, мой хороший брат и сестра. Здесь не игра. Здесь вечность твоя накануне, понимаешь? Вечность. Это твоя жертва Богу. Здесь шаг не простой на недельку отказаться от паспорта, здесь шаг на всю жизнь, понимаешь? Если ты делаешь это на всю жизнь, ты должен все попробовать, все сделать. И вот я что-то подсказываю, но все равно ты должен сделать это сам. Ты должен прийти и сказать, да, я вот такой, хочу вот так. Тебе скажут, нет. Скажешь, хорошо, давайте мне начальнику. Начальнику пишешь заявление свое, пускай свое подберешь. Скажешь, как же так? Залезь в интернет, посмотри законы. Посмотри закон, в котором сказано, что тебе не имеют права не дать временное удостоверение. То есть, и дадут. Поэтому здесь, в этом плане, не сложно. Просто надо как-то пожестче в этом плане действовать. Пожестче, потому что начнут вам себя там крутить у виска, говорить, как так, как так. Ну, ты пойми, ты христианин. И ты живешь тем миром, который чужд всем, кто рядом с тобой. Апостол Павел говорит, я безумен по-христианин ради Христа. То есть, вы больной человек, психически ненормальный. Ну, так и соответствуйте этому. Пишите заявление о голодовке, пишите жалобы на имя президента, на имя министра внутренних дел, на имя министра МЧС. Пишите на имя всех, пускай они все отписываются, пускай они смотрят, что есть человек, который очень-очень-очень всем недоволен. Когда вы эти жалобы просто в кучу вот так принесете в одно окошко для того, чтобы их зарегистрировали и дали вам входящий, исходящий номер, то как минимум вас там сразу же уже попросят, скажут, слушай, может не надо, сейчас столько нам отписок как минимум надо будет делать, давай лучше мы тебе дадим временно и все, иди себе, чтобы мы тебя не видели. Понимаешь? Если ты придешь такой пачкой, такой бумаг, и начальник паспортного, ему придется исходящий, там входящий, написать там кучу заявлений, понимаешь, ему еще на них отписываться надо. Ему гораздо легче сказать своему паспортисту, слушай, выдай ему время, ну и все, пускай идете сюда, куда хочешь. А то нам сейчас надо ему письма ответить, на 100 письма ему ответить какими-нибудь там бумагами официальными, да, на которые он потом еще будет жалобы писать и обжаловать их там в каких-нибудь верховных инстанциях. Зачем это надо? Создай проблему им, просто создай им такую проблему, простую, потому что, может быть, они тебе даже справку не хотят выдавать из-за того, что им лень. Им лень, там надо фотографию вклеивать, ее надо регистрировать, там надо в программе во всероссийской визовой службе регистрировать эту справку. Им может быть лень. Но когда ты им создашь проблему больше, чем эта справка, они подумают просто из хотя бы сравнения, что им так ответить надо будет на 20 писем официально, причем не только тебе, а, к примеру, даже в министерство. Они подумают, нет, давай справку дадим, да и все. Что в справочках немножко пожестче поступайте? Пожестче. Знаете, вам ее дать обязаны. Остальное все, приходи и доказывай. Помягче, по-христиански, но побольше бумаги с собой тащи и с ручкой. Как видите, даже можно наши органы путем их неожеления заставить работать на нас. Оказывается, можно получить вместо этой электронной карточки, говорят, все, выхода нет. Или электронную карточку, или все. Нет, есть выход. Могут дать тебе справку, что ты отказался от нее. Можно ее потерять, эту карточку. Можно вообще сказать, что я паспорт потерял. Ну и поговорить с этими органами. Там же тоже люди работают. Они сами за плату умеренную предложат какой-то вариант. 300 рублей штрафа заплатите, какую-то справку получите. Во-первых, давайте вспомним, что бесплатной медицины у нас нет. Когда говорят, что тот, кто не будет иметь карту, не будет иметь социального обеспечения. Много вы по социальному обеспечению лечились. Все равно платят, если хочешь лечиться. Бесплатно лечиться, это все равно, что зря лечиться. Потом то же самое сильно мы соблюдаем законы. Мы уже настолько научились обходить законы и коррупции, и все что угодно у нас процветает. Что нам вот эти все их законы, которые они будут писать, они нас не сильно должны пугать. Потому что мы всю жизнь привыкли налоги не платить. Если бы заплатишь все налоги, работать никогда не будешь. Нет ни одного бизнесмена, который честно платит все налоги. Это я вам могу сразу сказать. Если такой бизнесмен появится, то через ближайшее время, месяц, два, три, он бизнесменом уже не будет. Он сразу обанкротится, на этом все закончится. То есть он называться уже без сменов не будет. То есть везде нужно принять какие-то хитрости. В больнице мы договоримся, еду мы найдем, где взять. В крайнем случае, может, если уже там сильно такие будут гонения, это же мы никто не знает, как Бог даст. То придется уйти из больших городов. Уйти в более мелкие даже города. Не говорю там села. Некоторые сел так боятся, что там нужно ходить коровом, хвосты крутить. Вот и молоко даете. То есть даже в мелких городах. То есть это глобально под предсказанием старца прямо такого не будет, что всех построят, строим, всем там чипы приклеят и все. Вот кто побегит первый в припрыжку, кто в очереди, как я говорил, в Самаре бабушка не хочет стоять в очереди, пошла вперед, получила. Кто еще там куда-то попрется по дурости своей, по незнанию. Вот это все. Вот это в лапы сатаны. И потом вот эти как раз мучения шаврови будут. Поэтому давайте как максимально от этого нужно удерживаться, отказываться и не бояться все, что говорят. Когда говорят, ой, все, что же будет, все, что случится. Сколько таких случаев в жизни бывает, когда сегодня сидишь вечером, думаешь, все, уже не знаешь, что завтра будет, как оно будет, что получится. Завтра раз, все наладилось. И все. Во-первых, нужно помнить, что Бог не дает никогда испытаний, которые человек не может выдержать. Это очень важный аргумент. Когда человек говорит, я не мог выдержать, ну так, я вот так сильно влюбился, что жене изменил. Или так сильно есть хотел, что все бросил в пост, наелся. Или так там что-то. Бог не такой глупый. Он прекрасно знает, что вы можете выдержать, что не можете. Ученику в первом классе не дают задачи с 10 класса решать. Мы тоже на земле, как в школе находимся. И наши учителя, высшие силы, они прекрасно знают, что мы можем, какую задачу можем решить, что мы можем выдержать своими силами, что не можем. Поэтому нам такие задачи даются. Причем персонально каждому. Одному сложнее, другому слабее, как и в школе. Троечнику, отличнику, двоечнику. Даются разные задачи. Вот это надо помнить. И поэтому бояться не надо. Да, отказаться надо, написать там куда-то надо. Не надо там сильно переживать, как вот это там некоторые. Выпустили, а вы мне скажите, зачем выпустили, не выпустили. Я отказался. Все, до свидания. А вы там что хотите, то и делайте. Себе на память карточку оставьте. Вот это важно, вот это делать. И поддерживать других. Естественно, все это дело разъяснять людям. Своим близким, знакомым, что бояться не надо, ничего страшного не будет. Можно прожить и без карточки, и без вот этих всех. Вот. Ну и напоследок такое уже вступление к следующему нашему занятию, или может после следующему будет. Там мы будем говорить о том, что сейчас в России появились люди, которые солнцеедство, праноедство, которые вообще не едят. Знаете такое? Ну кто не знает, забейте, можно забить сыроедство, слово в интернет, или забейте праноедение. Это там индийское слово, да. Или солнцеедство. Вот. И там послушайте, что там говорят. Кратко я скажу, что там вообще люди живут с одним яблоком в день, с двумя яблоками в день, или вообще без единого яблока в день. И живут полноценно, они умирают. И таких случаев много в истории, да. Вот в Киево-Печерской лавре был дьякон, который ел одну просфору в день на протяжении долгих лет жизни. Вот. То есть, оказывается, что человеческий организм потребляет очень мало еды. Если вам сейчас скажу, вы все равно не поверите. Вот. Но есть такие сведения, научно обоснованные, просто людям их не говорят, что мы едим в день там килограмм-два максимум там еды, да, съедаем, если на вес взять. А усваиваем мы из этого килограмма-двух всего 50 грамм. Все остальное проходит в прямую кишку и на выход. Так что, еды нам на самом деле не на то уж много надо, да. Вот. Ну, это такие сенсационные, как говорится, сведения. Кто хочет, проверяйте. Вот. Поэтому сильно бояться, что мы умрем с голоду не надо. Было бы желание и можно жить, как говорится, вечно. Ну, вот на этом будем и заканчивать наш выпуск. Надеюсь, будут вопросы задавать, а будем отвечать. Продолжение следует...